Более 7 тысяч обращений в прошлом году рассмотрел аппарат уполномоченного по правам человека в Самарской области. Каждая пятая получила положительное разрешение. Также было проведено более 10 тысяч консультаций по самым разным вопросам. Об этом рассказала омбудсмен 63-го региона Ольга Гольцова, представляя свой доклад на заседании Общественного совета по вопросам прав и свобод человека. При этом она отметила, что по результатам социальных опросов жители региона позитивно высказываются о соблюдении прав граждан в области. Наряду и с такими положительными успехами, результатами, когда развивается экономика в Самарской области, когда развиваются все виды права, все отрасли, у каждого человека своя судьба и у каждого человека возникают свои вопросы. В прошедшем году аппарат уполномоченного по правам человека в Самарской области открыло новое направление в работе. Это оказание юридической помощи молодежи в вопросах трудоустройства на работу. Специалисты проводят консультации, проверяют компании и разрешают спорные вопросы, если они возникают. Первое, с чем мы столкнулись, мы столкнулись с проблемой трудоустройства молодежи. Современной молодежи требуется консультация, требуется, возможно, мониторинг организации, куда им стоит обратиться для реализации собственных прав. Плюс у молодежи присутствует неуверенность. Соответственно, мы им помогаем, мы их консультируем, они становятся более уверены в реализации собственных прав и активнее двигаются. В текущем году работа аппарата уполномоченного будет продолжена по всем основным направлениям. Это поддержка мобилизованных и их семей, помощь вынужденным переселенцам, содействие в обеспечении жителей социальной инфраструктурой, доступными медицинскими услугами и положенной по закону жилой площадью. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Константин Головин. Константин Головин. Константин Головин. Константин Головин. Продолжение следует...